Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, доброй-доброй ночи! У кого какое время, у кого какая страна. А с вами я, Вивена. Вот видите, какой у нас замечательный гребень. Расческа деревянная, настеральная. И у нас сегодня с вами будет вот такой расклад, вызов мужчины. Открываем ему дорогу к вам. Открываем ему дорогу к вам. И он скоро появится. Но запомните, когда мы производим вызовы, если человек никак не объявляется, не заявляется ни в сетях, не пришел, ни через кого-то, запомните, это ангелы вам говорят, отойди в сторону. У тебя другая жизнь, а этот мужчина будет жить по своей судьбе и своей жизнью. Ангелы всегда нам помогают, и не надо им сопротивляться. Благодарю вас за донаты. Все мои контакты в описании. Нажимайте на название видео, и все мои контакты там. И вот у нас сегодня такой расклад, вызов мужчины. Мы будем смотреть его мысли, все. И будем так вызывать его. И потом я вам скажу, какой нужно будет произвести ритуальчик. Открываем ему дорогу, и скоро он о себе заявит или появится рядом с вами. Так, вот это мои талисманы, а вот там он и вы. Сейчас я немножко вот так сделаю, чтобы была камера удобна. Вот у нее видно будет. И начнем. Свеча у нас горит. И начнем. Расклад будет, может быть, не очень длинный. И в конце ритуал, вызов. Вызов будем делать. Можете приготовить расческу, но делать лучше потом самой сделать этот такой вот обряд, методику, практику, как хотите называйте. В полночь звать. Я давала много вызовов. Очень хорошо работает вызов на дым. На дым, на сигарету или на дым. Очень хорошо работает. Так, вот так вот. Ой. Ой-ой-ой, подождите секундочку. Видите, камера что-то. Вот. И будем делать. Так, ну давайте посмотрим. Успокоились. Думаем об этом мужчине. Глаза открыты. Вот как бы его видим перед собой. Если есть фотография, смотрите на фотографию его глаза в глаза. Так лучше даже, если есть. Если нет, то мысленно. Но глаза открыты. Вы как бы смотрите в его глаза. Называйте его имя. Называйте свое имя. А сейчас мы будем смотреть, что сейчас у этого человека энергетически происходит. Человек. Вот знаете, энергетически человек что-то такое связано или с деньгами, или с какой-то поездкой. у него надежда на что-то, то есть на поездку, или на людей, которые там издалека. Вот что-то такое, потому что это связано с его деньгами. Что у него сейчас энергетически? Энергетически он закрыт. Он закрыт. Карта Луна. Так, мы вот так вот сделаем, чтобы было очень хорошо нам видно. Карта Луна. Энергетически он закрыт. Да, у него действительно что-то такое, что он скрывает от всех, он какое-то действие. Он хочет уехать. Он куда-то хочет вырваться. Он куда-то хочет пойти. Он хочет что-то изменить. Это действительно передвижение. Карта Луна. Это и транспорт, и мотоциклы, и самолеты. И просто передвижение, изменение. Но это он держит в тайне. И потому что это связано с какими-то трудностями. Он хочет перейти. Вот здесь может даже границу какую-то перейти. Граница может быть не только граница между странами. Он хочет убрать из себя какие-то трудности. И вот он сам. Могу сказать, этот человек, который очень любит себя, он себя ставит прям на первое место. Вот такой он у нас. Это он сейчас энергетический. Рядом с ним есть какой-то друг, вот которому он некоторые вещи доверяет. Ну а теперь мы будем делать такой расклад как вызов. Так, это нам, чтобы не забыть, чтобы оно у нас тут лежало, и чтобы нам не забыть расческу. Для данной практики лучше брать гребень или расческу, которая ваша, которую вы тоже пользовались. пользовались, но лучше натуральную. Ну, так как мы сейчас живем в мире всяких пластмасс. Какая есть, такая и есть. Но перед тем, как делать вот обряд этот, вы исчистите все волосы свои с расчески. Волосы нельзя выбрасывать никуда в унитаз. Их нужно только сжигать. И когда вы сжигаете, говорите, сжигая в себя все сглазы, все негативы, все болезни, вот они все сожглись, и отпускаете вот этот пепел уже по ветру. Там через окно, через что вы хотите. Но ни в унитаз, ни в коем случае, никаких унитазов нельзя. У нас тут очень интересная вещь. А, это так отсказано. Ой, как интересно. Так, свет горит, и вот преламываются лучи. Ну, давайте смотреть. Вызываем мужчину, что он. Могу сказать, что у мужчины вышла карта выбор, карта влюбленный, карта выбор. Мужчина думает, и о вас думает, и у него он сейчас стоит на пороге выбора, потому что о вас он думает, независимо от того, что есть. Знаете, вы для него как сюрприз какой-то жизненный. Он никогда не ожидал, что так может быть. Но он на данный момент весь связанный, перевязанный. Возможно, на нем какие-то есть и воздействия. Я говорю, воздействия не обязательно могут быть магические, но их тоже надо снимать. Вивьена это делает очень замечательно и классически, и через регрессию. Обращайтесь, потому что здесь мужчина полностью весь закрытый. Так, две карты просто тут выскочили, а тут неудобно мне. Посмотрите, что он закрытый, но у него... Он очень стремится к вам. Мысленно, по-настоящему или как-то. Но он очень стремится к вам. Так. Вызываем мужчину. Вызываем мужчину, открываем ему дороги. Дороги у него, вот если они сейчас закрыты, как бы, то есть они открываются с нашим раскладом. И у многих даже после этого расклада, во время этого расклада. Посмотрите этот расклад, то есть сам ритуал расклад. Посмотрите несколько раз. Не знаю как, но это мой голос привлекает, и это совершается эзотерика. Мысли заставляют происходить действие. Да, он думает о дороге, он думает о том... Вот эти две карты, которые говорят о дороге. Две карты, которые говорят, что да, он на что-то решается. Он хочет открыть дороги. Для чего? Для того, чтобы оказаться рядом с вами. Вы для него женщина Афродита. Вы для него женщина мечта. Вы для него, независимо с кем он живет, как он живет, чего он, вы для него одно из самых лучших, что он видел в жизни. А осознал он это, осознает только сейчас. Раньше он как-то не осознавал этого. Так, давайте вызываем этого человека. Да, он сейчас находится, вот я вам сразу вначале сказала, он сейчас как повешенный. Сам себе не принадлежит, но у него мысли есть. Сам себе не принадлежит, но перед сном, или когда он в каком-то забытье, или когда он выпьет чарочку вина или чего-то еще, мысли сразу вспоминаются, и он на своем уровне, и он думает о вас. Почему он думает о вас? Ну, он думает о вас, и это исполнение его желаний. Также этот человек очень любит себя, и любит материальные блага, и любит деньги. Так, ну, на этом человеке могу точно сказать, что или он весь такой таинственный, или все-таки на нем есть что-то, и это уже давно на нем есть, что мешает ему жизнь. Это может быть и эзотерические какие-то воздействия, это могут быть воздействия нейролингвистического программирования, еще чего-то. Ну, наверное, какое-то тайное. Вот чем-то его держит, что-то его держит, как вот на веревке, как на цепи, вот как щенка на цепи, и он думает, что длинная эта цепь, и можно бегать, бегать по двору. А дальше чем-то эта цепь, никуда не убежишь. Вот ты так у него. Почему? Вот он находится в таком состоянии, что идет бычок, качается, шатаясь на ходу. Вот-вот доска кончается, сейчас я упаду. Вот так же у него уже нету сил тащить вот этот груз на себе. Почему? Что там такое? А потому что, знаете, он бы хотел бы не любить вас. Класс. Но он не может. Понимаете, можно заставить себя там копать огород, не ходить на работу, но нельзя заставить себя уйти абсолютно от чувства и эмоций. От эмоций еще можно как-то уйти. От чувств нет. Они сами вдруг приходят, и их ты отодвигаешь, чтобы они не мешали жить, но они с периодичностью опять появляются. Просто можно их воспринимать легче, без таких страданий. Он уже устал. Он очень желает вас. Желает физически. Ну, потому что он все-таки... Мы говорим о мужчине, а вы женщина. Но у него что-то, вот что у него произошло? Знаете, он на вас по какой-то обиде и считает, что, наверное, любви нету. Почему так? Хотя обижал раньше сам. Но знаете, что он еще за человек думает? Он думает о том, что вот то, что с ним сейчас происходит, то, что он, возможно, не с вами, или вот как-то отдаление какое-то происходит. Он считает, что это по справедливости. Почему он считает, что это по справедливости? Ну, потому что вы даны были ему именно любовь. Вы даны ему были. И как женщина, и как именно женщина, которая у настоящего коня должна быть истинная лошадь красивая. Это не в обиду, это действительно красота. Вы видели, как лошади играют, ну, не играют, а вообще любовь? Это просто что-то невозможно. Это что-то такая красота. Лошади очень умные животные. Потому что вы действительно его любовь. У него сейчас мысли о том, что надо что-то или отсудить, или чего-то отделить, и какие-то деньги. Ну, в общем, рассчитывается, рассчитывается, что сейчас что-то изменится, и он изменится. Нет. Но у него, у него стоит какая-то женщина, женщина, которая держит его. Это может быть мама, тетя, жена, любовница. Но кто-то его держит вот на этой цепи. А мы его зовем. Потому что ему, у этой женщины нету силы, силы энергии. А ему нужна эта ваша сила. Ну, мы его зовем, как он будет поступать. Откликнется он на наш зов. Мы сейчас еще сделаем ритуал. Но у многих он откликнется, потому что вышла карта император. Конечно, у некоторых, может быть, это не свободный человек, поэтому он не может откликнуться. А у кого-то будет, что этот человек из маленького рыцаря превращается все-таки в настоящего императора. он не может без вас. И он прекрасно, видите, понимает, что это по судьбе карта суд. Он понимает, что он за что-то отвечает. И он понимает, что вы не просто так данные. Ну, давайте посмотрим. Откликнется он. Видите, у меня выскочила, прям вот выскочила карта. Откликнется ли он на вызов. Карта солнца. Его жжет, обжигает. Он так, он хотел бы с вами встретиться или поговорить или что-то. Но здесь идет такое, что вот вызовом вы можете его вызвать. Но если вы начнете какие-то разборки, кричать, чего-то доказывать, все, шанс дает всегда. Один раз больше шансов не будет. Никогда, если вы вызов сделали, человек каким-то образом объявился, называется спокойно, 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 и начинайте пытаться или строить отношения, или вы узнаете правду от человека. Иногда бывает так, что человек во вызову приходит и говорит. Вот такие обстоятельства жизни. Вот так вот. Значит, надо их принять. Я иду своей дорогой, ты своей. Человек может души очень сильно любить. Просто жизнь, она такая штука. Ну давайте посмотрим. Придет он на вызов, отзовется. Ну вот видите, что помешает. Да, будет выбор. То есть у кого-то это действительно случится, а у кого-то, у него выбор. Он не знает, в какую дверь пойти, в черную ночь или в ясный светлый день. Да. Он надеется, понимаете, он надеется, что вы дадите ему какой-то пендель или знак, и тогда он действительно вот сделает шаг. Ему нужно давать пендюлей. Да. потому что у него есть обида, хотя он очень-очень физически шекши-макши очень к вам настроен. Есть некоторые слова, которые Ютуб может блокировать. Ну да. А внутри у него любовь есть, чувства у него к вам есть. Вот такой у нас получился сегодня расклад. Мы его звали этим раскладом, потому что, когда мы на кого-то смотрим, пожалуйста, лично обращайтесь за раскладами, за чистками, за ритуалами, но не за уничтожением. Это не ко мне. Это к господам Пукиным. Господа Пукины, они для злости. А мы работаем на вселенную, на добро, на радость. Ну а теперь будем... Ой! А теперь мы будем делать ритуал. Вы тоже берете расческу, и начинайте. Ритуал нужно будет повторить вместе со мной. Можете переписать слова, можете повторять слова. Буду говорить медленно. Девять раз повторяются слова. В полночь, перед самым сном. Больше вы уже ни с кем не разговариваете. Берете... Сейчас вы тоже можете начать эту вещь со мной вместе, а потом посмотреть в полночь, если не хотите записывать. Берете расческу и расчесываете волосы свои и читаете девять раз. Вот расчесываете волосы и читаете, чешете волосы и читаете. Гребень, гребешок, помоги... Со мной повторяйте. Моего любимого имя его ко мне имя ваше приведи. Подтолкни его в мои объятия и о любви моей расскажи. Пусть по мне скучает и счастье свое только со мной представляет. Да будет так. Сейчас я буду читать уже быстро. Если кому надо записать, ставьте на паузу и записывайте. Это очень просто. Гребень, гребешок, помоги моего любимого. Имя ко мне приведи. Подтолкни его в мои объятия и о любви моей расскажи. Пусть обо мне скучает и счастье свое только со мной представляет. Да будет так. Гребень, гребешок, помоги моего любимого. Имя ко мне позови, подтолкни его в мои объятия и о любви моей расскажи. Пусть обо мне скучает и счастье свое только со мной представляет. Да будет так. Гребень, гребешок, помоги моего любимого, имя его ко мне и ваше имя приведи, подтолкни его в мои объятия, любви моей расскажи, пусть обо мне скучает и счастье свое только со мной представляет, да будет так. Гребень, гребешок, помоги моего любимого, имя ко мне приведи, подтолкни его в мои объятия и о любви моей расскажи, пусть обо мне скучает и счастье свое только со мной представляет, да будет так. Гребень, гребешок, помоги моего любимого, имя его ко мне, имя ваше приведи, подтолкни его в мои объятия и о любви моей расскажи, пусть обо мне скучает и счастье свое со мной представляет, да будет так. Гребень, гребешок, помоги моего любимого, имя его, ваше имя, приведи, подтолкни его в мои объятия, и о любви моей расскажи, пусть обо мне скучает, и счастье свое только со мной представляет, да будет так. Так, молчите, расческу кладете под подушку, и на этой подушке спите. В полночь можете пересмотреть это видео. Лучше сделать и посмотреть, или самим делать, как хотите, как вам удобно, 9 дней подряд. Луна не имеет значения. Расческа одна и та же, утром вы ее вытаскиваете, пользуетесь, а вечером опять это делаете. Вызовы надо всегда менять, потому что точно так же, как, например, пить одно и то же лекарство, оно перестает действовать. Поэтому ритуалы, вызовы, методики, практики надо всегда менять на деньги, на вызовы, на какие-то любовные такие практики. Я не говорю о порчах, потому что приворот это порчах, делать нельзя. А вызовы это не приворот, это просто зазыв, очень короткое воздействие, а дальше вы отношения строите сами. Всех желаю, всем желаю радости, благ и счастья. Заходите в Телеграм, мы там общаемся, я там даю очень много разных методик, по которым можно жить. А также посмотрите воле из явления и станьте счастливы вместе с Вивьеной. Вивьена всегда с вами, и с Вивьеной остаются только те, кто идут в свет. Пока-пока, до новых встреч и в Телеграм тоже. Пока-пока.